Вообще неплохо, я просто отдыхаю. Было несколько, ну, типа, моментов. Например, срыв концерта. Это был первый здесь. Меня увезли в психушку. Я там неделю провёл. И это было ужасно. Мы скооперировались с Трейси, чтобы снять его первый концерт в Нью-Йорке. Но на следующих кадрах показано уступление, события которые произошли после него. Что хотите услышать? Многим фанатам кажется, что я безбашенный торчок. Прямо... Но в действительности, у меня есть сердце. И я хороший. Наверное, люди этого не понимают. Эй-эй, у меня к вам вопрос. Вы хотите увидеть Лилл Трейси? Я не безбашенный. Но иногда я все же творю дичь. Может, это и есть сумасшествие? Не знаю, братан. Документалка Лилл Трейси Добро пожаловать в документальный фильм о Трейси. Мы знаем, откуда ты, братан. Когда я был мелким, мне казалось, что... Что-то убого есть в том, чтобы быть как все. Типа в школу ходить. Не снимай его. Ладно. Поэтому я решил делать что-то свое. Музыкой тогда еще не занимался. Можешь использовать это для документалки. Понял? Начал заниматься музыкой, когда ушел из дома. Восемнадцать лет уехал в Лос-Анджелес. Мои родители даже не знали об этом. Не то чтобы они не верили в меня. Просто не понимали. Сейчас мы в Нью-Йорке. Нужно было стать частью новой сцены, понимаешь? Через четыре года Трейси уехал из Л.А. Лилл Трейси больше нет. Только Трейси. Погодь, вы начали? О, а я ждал. Мы в… Убежище Трейси. Понимаешь? В логове вампира. Врубаешься? Я в Твиттер зашел. Видишь? Что ты там делаешь? Взаимодействую. Обычно просто делаю репосты того, что люди пишут обо мне. Тут прям… тут прям жара. Почитай. Давай посмотрим. Музыка Лилл Трейси помогает мне бороться с депрессией. Идем дальше. Я пиздец как ненавижу Трейси. Кто-то написал… Удали свой аккаунт. Вот он. Это… Эта футболка просто мрак. А, еще… Глянь сюда, братан. В моем холодильнике ничего нет помимо… Напитка и томатов. Хочу их спонсорство. Лилби однажды сказал… Ты не в рэп-движухе, если не записал тысячу песен. Мне кажется, я точно записал больше тысячи. Потому что я занимался рэпом еще до того, как появился Ямбра. У меня было еще до хрена никнеймов. Что за хуйня я творил? Это как бы прикольно, но… Мне просто не нравится. Волосам пизда. Я выглядел как наркоша. Это был Трейси Минаж или Лил Трейси? Это был точно Лил Трейси. И будучи Лил, я только и хотел, что релизит песни. Типа, зачем быть маленьким, если единственное, чего я хочу стать большим, Трейси? Есть два видео. Нахер эту песню. Кто-то вот написал, Трейси уже не тот, каким был раньше. Фига себе. Уже не тот. Он любит фанатов. Ему нравится взаимодействовать с ними. Ему нравятся их приколы, шутки про нас. Мы любим это, а это кажется забавным. Принес тебе сыр. Спасибо, братан. Посмотри на этот арт. Чё? Мы хотим, чтобы фанаты были как мы, но не в плане безбашенности. Этого не надо. Я дофига фриков вижу в интернете. Вот опять хейтер. Это не просто хейт. Это что-то вроде… Знаешь, что такое фанфикшн? Люди придумут всякую чушь обо мне, к примеру… истории, которых не было. Это странно, братан. Но мне это нравится. Забавно же. Люблю этот. Мой любимый. Любимый арт. Это из Гориллас? Да. Они говорили, Трейси набил татуировку с самим собой. Ненавижу их. Ты обычно набиваешь татуировки по эскизам фанатов? Никогда. Это впервые. Я набил татуировку с женским именем на запястье. Когда мне было… пятнадцать. Чья? Затем сделал это. Этот крест. Помню. Это было, когда я был Ян Бра. Особняк Трэкс Хаус. Все свои нюхают кокаин. У Трейси был всегда нем Ян Бра. Ему было восемнадцать. Он носил деревянное ожерелье. Футболку баскетбольной команды Орландо поверх. Фуди от Рил Три. И у него была толстая борода, которую я когда-либо видел на подростке. Мы с ним кайфанули. По-моему, я дал ему мискалин. И он просидел за моим компом всю ночь. И когда я проснулся утром, он сидел за плетенным столом на крыльце. В окружении множество птиц. Птиц с калибри. Он сказал, братан, подойди сюда. Я подсел, и мы подожгли косяк, который я скрутил. Передал ему. Я сделал мелодию, и он начал петь под нее. Потом я эту мелодию использовал для техно-песни. И он пел, как ангел. При знакомстве мне сказали, что он рэпер, и я подумал, такое сейчас делают рэперы? Типа, это было очень оригинально, классно, прям самобытно. Я пиздец, как пароникса. Привет! Он настоящий кореш. Знаешь ли, многому меня научил. Понимаешь, мы через многое прошли, мой братан. Он вдохновил меня на большее, чем быть просто частью группы. Первые свои биты я писал для него. Я не пробовал сменить ремесло и стать продюсером. Считал себя панком. А он сказал, у тебя классная музыка, можешь сделать что-нибудь, чтобы мы могли зачитать под это рэп? Попробую еще и гитару добавить. Ты не всегда выбираешь свою жизнь, но иногда жизнь выбирает тебя. Я прав, братан? Да, на все сто, это чистая правда. Трейси эмоциональный человек. Он не делает музыку ради славы. И дело не в том, что он не хочет внимания к себе, а в том, что когда он смотрит на людей, может быть, он понимает, что им на него все равно. Его слушатели могут и не разделять его взгляды на жизнь. Всем вам, всем вам надо собраться с силами. Зачем тебе татуировка, как у Пипа? Да за тем, что эта татуировка сделана в память о нем. Это единственное объяснение, братан. Этому не будет конца, потому что есть люди, которым нравится хейтить. 15 ноября и 17 года скончался Лил Пип. Мне кажется, невозможно знать, сколько внимания действительно получаешь. Понимаешь? Особенно нам. Мы не выходим из дома, сидим одни, депрессуем. Кажется, что все нас ненавидят. Может, это и не так. Но кто знает. Многие хейтят, а многие нет. Любой человек чувствует боль, когда теряет близкого. Люди думают, что дети в интернете, да и все остальное. Считают, что пережить утрату можно за несколько дней. Мол, это так просто. Но так не бывает. Эти пацаны тоже молоды. Хреново терять людей, я помню. Знаешь, я однажды потерял близкого, и это просто ужасно. Касаемо меня и Пипа, я помню определенные вещи. Многое из того, что мы с ним записывали, я не помню. Было безумие. Сейчас все, типа, отошли от шока. Все песни посвящаются ему, даже если они не про него. Он жестко вкалывал, понимаешь, и мы должны так же. Он показал нам, как быть суперзвездой. Мы были лучшими друзьями, братан. Я не собираюсь слушать ничего такого. Короче, мне... Я замучу концерт. Ага. Где косяки? Трейси, хочешь купить мою душу? Недурогая. Оставь ее себе. Мне реально надо, чтобы ты знал. Я слушаю тебя почти каждый день, братан. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо, друг, я ценю это. Это первое выступление здесь. Надеюсь, я не облажаюсь. Люблю тебя, бро. Люблю тебя, бро. Трейси, твои фанаты милашки. В натуре. Я знаю. Но не в интернете. Эй. Эй, у меня к вам вопрос. Вы... Вы хотите увидеть Лилл Трейси? Непонятно, почему они ополчились на него. Именно на него. Будто они реально его ненавидят. Они могут объявить его потенциальным врагом. Да вообще, блять, кем угодно. Он, согласно юридическим положениям, представляет опасность. Поэтому полиция препятствует организации его выступлений. Я всегда жду какую-то дичь. Ударили автоматом в лицо. Прежде чем я покончу с собой, устрою массовый расстрел людей на концерте. Поэтому остерегайтесь моих выступлений. Джи Би Си, Гад Бой Клик. Погодите, погодите. Я и я не слышу вас. Вы хотите увидеть Лилл Трейси? Ну это пиздец. Я исполнил конкретную дичь. Но это было не всерьез. Я, конечно, сказал, что собираюсь убить людей. Но ведь все когда-нибудь договорили подобное. Но я думаю, из-за того, что я довольно популярный, они восприняли это всерьез. Поэтому сделали так. И отправили меня в психушку. Тем вечером Трейси так и не выступил. Он был задержан и доставлен в больницу для психиатрической экспертизы. Трейси 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 провел в больнице семь дней. Они сорвали выступление из-за поста в Твиттере. По такой логике многое должно срываться из-за сообщений. Отпустите Трейси! Дело в том, что ничего такого бы не произошло, понимаешь? Потому что он не такой человек. Через семь месяцев после концерта Трейси перенес сердечный приступ. Я просто шел по улице. И в груди сердце разрывалось. Полагаю, такова жизнь поп-звезды. Многое вышло как нельзя хуже. Это не… Я ни в коем случае не хочу сказать, что они победили его. Потому что это явно не так. Он создан для чего-то большего, по сравнению с большинством людей. Он сильно поменялся в лучшую сторону. И лишь немногие хотят соответствовать его потенциалу. Трейси сейчас находится на другом уровне. Можно песню включу? Да, давай. С момента создания фильма, песня Трейси «Like a Farmer» с Лилу Зиверт стала популярной, собрав более 6 миллионов прослушиваний на саундклауд. Он также получил предложение от крупных лейблов, детали которых пока не оглашены. Трейси еще предстоит снова выступить в Нью-Йорке. Он продолжает заниматься музыкой в Бруклине. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...